Немцы стали для НАТО гораздо большей угрозой, чем русские. Армии и войны. НАТО на востоке 8 апреля 8-8 немцы стали для НАТО гораздо большей угрозой, чем русские. А Берлин делает альянс слабым звеном, который может лопнуть в любой момент. Дмитрий Родионов. Комментарии в просмотров 7646. Фото. Зюма. ТАС. Материал комментируют. Андрей Манойло. Игорь Абов Германия слишком мало тратит на оборону, что делает ее угрозой для НАТО. Об этом, как передает Байлд, заявил депутат от Свободной демократической партии Биджан Джирсарай. Депутат считает, что его страна не соблюдает в должном объеме договоренности альянса. По его словам, эта ненадежность вредит НАТО. Поэтому Германия должна изменить свой подход и увеличить расходы на оборону. Тот, кто действует ненадежно и вопреки договоренностям, наносит вред дееспособности всего альянса, заявил он. В материале под названием «Германия угроза безопасности» отмечается, что страну критикуют США и другие иностранные партнеры. Однако под давлением союзника в ходе саммита по случаю 70-й годовщины основания НАТО, Германия все же пообещала увеличить оборонные расходы. На указанном саммите Вашингтон в лице вице-президента Майкла Пенса призвал Берлин увеличить военные расходы и выполнить обязательства перед НАТО. По словам Пенса, согласно обязательствам стран-членов альянс, они должны составлять 2% от ВВП. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас обосновал эту ситуацию бюджетным планированием. По его словам, речь о долгосрочной перспективе и вливании в оборонную сферу будут сделаны. При этом он подчеркнул, что его правительству очень трудно обосновать избирателям необходимость наращивания военных расходов. Читайте также, как в Донбассе мародеры-пограничники и правосеки делят награбленные доблестные вояки в суе нацисты усилили налеты на мирное население. Согласно бюджетному плану страны, в 2024 году Германия не дотянет даже до планки в 1,5% ВВП расходов на оборону, тогда как американский президент Дональд Трамп требует от Берлина тратить 2%. При этом эксперты Байлд считают, что Берлин все-таки увеличит траты на оборону, так как об этом странные участницы альянса договорились по итогам встречи в Вашингтоне. Отметим, что заявление Джирсарая появляется спустя несколько дней после заявления его коллеги по бундистагу от партии Ливы и Александра Ноя, который призвал вовсе распустить альянс, назвав его угрозой. В своей статье для издания «Дай Фреслви» он обвинил НАТО в агрессии и нарушениях международного права. По его словам, Блок устарел и использует военную силу лишь для защиты своих империалистических интересов. Депутат подчеркнул, что эти империалистические замашки и боязнь потерять превосходство подталкивают альянс к новым конфронтациям, и этому необходимо положить конец. В связи с этим левая партия призывает к выходу Германии из структур НАТО, распуску альянса и его замене коллективной системой безопасности при участии России, которая провозгласит разоружение своей главной целью. Он добавил, что 70-летие организации это не повод для праздника, а возможность обдумать происходящее, пока не стало слишком поздно. По его мнению, траты и оснащение войск альянса, которые оправдывают защиту от России и Китая, на самом деле чрезмерны и непропорциональны силам этих стран. В противоположности взглядов немецких политиков нет ничего удивительного. Левые традиционно выступают против НАТО и вмешательства США в дело Европы, в то время, как свободные демократы, напротив, по многим вопросам, в частности, по отношению к России, занимают проамериканскую позицию. Но синхронность таких заявлений говорит о наличии в немецком обществе дискуссии по этому поводу, о том, что далеко не все немцы готовы тратить свои деньги на непонятные им военные цели, имеющие мало общего с интересами их страны. В прошлом месяце, Дэш Пиггл вышел с материалом о наличии системного кризиса в НАТО. В нем говорилось, что между членами Альянса накопились серьезные разногласия. Особо подчеркивалось, что Германию обвиняют в том, что ее скупость и неисполнение своих финансовых обещаний разрушают блок. При этом, по мнению автора статьи, несмотря на широко распиаренную российскую угрозу, самая большая опасность для организации исходит из США, от их президента, который считает международные организации избыточными, и советники с трудом убеждают его не сомневаться в полезности НАТО. Эксперты издания назвали худшим сценарием для Альянса выход США из НАТО при Трампе. При этом союзники обвинят в этом Германию, считает Дэш Пиггл. Издание также напомнило, что Германия изначально соглашалась увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП, однако затем эта цель оказалась под вопросом. На фоне такой дискуссии, можно ли считать мнение, высказанное Джир Сараем, позицией, разделяемой значительной частью немецкого общества? И если Германия угроза НАТО, то как Альянс будет ей противостоять? Профессор МГУ им. МВ. Ламана Сова, доктор политических наук Андрей Манойло, считает, что высказанное Джир Сараем – это его частное мнение. Теперь, благодаря этому заявлению, депутат с ненемецкой фамилией попал на страницы Bild, и тем и стал известен. Вот и все. Если его послушать, выходит, что Германия мало расходует на оборону, значит, в цепи НАТО она слабое звено, которое в критический момент может лопнуть. Рассуждения депутата на уровне школьника пятого класса – наивные и какие-то одноклеточные. Потому что раз Германия угроза для НАТО, то НАТО эту угрозу должно ликвидировать, то есть, завоевать Германию и присоединить эту завоеванную территорию к любой из стран-членов Альянса, которые исправно платят свои 2%. СП. Заявление прозвучало вскоре после заявления депутата от левых о том, что это НАТО является угрозой. В чем секрет такой синхронности? В Германии кто-то пытается инициировать общественную дискуссию по этой теме. Думаю, вряд ли кому-либо вообще эта тема интересна. Немцы за то, чтобы платить меньше, особенно, таким паразитическим организациям как НАТО. Вместе с тем, Германия действительно увеличивает расходы на оборону, реформирует Бундесвер, наращивает его численность и техническую оснащенность, но делает это в соответствии с своими бюджетными планами, а не НАТОвскими. СП. Насколько в реальности нежелания некоторых стран, особенно, таких, как Германия, платить, наносят урон Альянсу. Не наносят, поскольку за тех, кто не платит, платят США. СП. Джирсарай считает, что Берлин должен изменить свой подход и нарастить расходы на оборонную сферу. Реально ли это? Кто решает такие вопросы в Германии и как он будет их решать? ФРГ так наращивает расходы на оборону, увеличивая Бундесвер практически вдвое, и ценные указания депутата германскому руководству не нужны. Как-нибудь и без депутатских истерик разберутся. Это полемика продолжения возникшего при Трампе разговора о том, кто за что в НАТО платит, напоминает руководитель экспертной группы Крымский проект, политолог Игорь Рябов. США требуют от европейцев платить за их защиту. Германия в свою очередь намекает, что в НАТО тогда роль США должна быть не командной, а партнерской. Что если Европа увеличит бюджеты, то и военное командование должно перейти к европейским странам. Вот суть угрозы НАТО со стороны Германии. Озвучивает ее депутат, лоббирующий старое мироустройство. Читайте также. Ахтунг, Ахтунг, российские войска вторглись в Эстонию, как в Крым в 2014-м, зачем немецкий телеведущий в прямом эфире объявил о начале Третьей мировой войны. СП, насколько вообще справедливо это заявление? Ведь Берлины впрямь не очень жаждет платить за НАТО. Берлин рационально высчитывает свои траты и не собирается платить США за безопасность. Угроза со стороны России, мягко говоря, сильно преувеличена. Эта угроза шантаж срыва газовых проектов, не более. Трамп же просто хочет переподписать все договоры, в подписании которых участвовали прежние президенты. Он обнуляет повестку, делая ее удобной себе. В нынешнем виде НАТО устарело. Его ждет трансформация. В каком-то смысле спор о платежах идет на пользу, он ускоряет реформу. СП, как, по-вашему, дожмет Трамп Германию и других неплательщиков? Это что-то изменит? И Трамп дожмет Германию, и Германия найдет, чем ответить. Роль Вашингтона в альянсе изменится. США постараются сохранить контроль над типами вооружений, которые использует НАТО, но политическое руководство альянсом станет уделом европейцев. СП, накануне 70-летия альянса немало говорилось о его кризисе, и нежелание некоторых стран платить назвали лишь одной из причин. А в чем, по-вашему, главная причина кризиса НАТО несоответствие реальных угроз заявленным. Ложь о том, что Россия угрожает Европе. Альянс живет в сюрреалистической доктрине. Военное обозрение, в СУ обстреляли территорию ДНР и ЛНР, убит ополченец, ранен мирные жители.